Добрый день, уважаемые коллеги и дамы и господа! Сегодня мы поговорим о внедрении обновленного содержания образования и переходе на 12-летнее обучение в школах. Казахстан мектептерінде 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу қаншалықты қажет және алты жастағы оқушылар, бұл жаңатылған білім беру бағдарламасын менгере аламы, бұл туралы толға ақпаратта арнайы шақырылған қонақтарымыз айтатын болады. Танстыруға рұқсат етіңіздер. Казахстан республикасы білім және ғылым министерлігі мектепке дейінгі және орта білім департаменті директорының орынбасары Зенеп Абдышысып қызы мақсұтыва, білімнің мазмұны және әдістемесі басқармасының жетекшісі Талғат Жумабекулы Жакенов. Добрый день, уважаемые работники СМИ. Разрешите вкратце вам рассказать по переходу на 12-летнее образование. Обеспечение перехода на 12-летнее обучение с 6-летнего возраста в 2019 году отражено в государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 16-19 годы. Между тем, 6-летний и даже более ранний возраст поступлений в школу наиболее распространен среди стран ОСР. Например, 60% стран ОСР дети посещают школы до 6 лет. Показатель характерен, как я сказала, для 60 и более процентов стран. Закон об образовании определяет возраст поступлений в школу 6-7-летнего возраста. При 11-летней школе. А начиная с 2019 года уже у нас дети пойдут с 6-летнего возраста. Суть 12-летнего обучения состоит во внедрении единой типовой образовательной программы для предшкольной подготовки. То есть вводится нулевой класс для детей 5-6-летнего возраста. Схема 12-летнего образования вводится по принципу нулевой класс плюс 11 класс. Переход всех классов на обновленное содержание образования будет завершен в 2020 году. Как вы уже знаете, с сентября текущего учебного года, с 16-17 учебного года, на обновленное содержание у нас перешли все первые классы. Новая система, она будет у нас внедряться поэтапно. Вторые, пятые, седьмые классы у нас будут внедряться с 17-18 учебного года. С 18-19 учебного года пойдут 3-6-8-10 классы. И в 19-м году у нас пойдут 4-9-11 классы. То есть все поэтапно перейдут на обновленное содержание образования. В связи с этим утвержден перечень учебников, прошедших экспертизу учебников и учебно-методических комплексов, которые в свою очередь и своевременно приобрели все местные исполнительные органы для всех организаций образования. В рамках обновленной программы будут формироваться базовые навыки чтения письма. Математическая, культурная и гражданская грамотность. Научные знания. Вместе с обновленным содержанием будет поэтапно осуществляться переход и на пятидневную учебную неделю. В связи с внедрением обновленного содержания в текущем году у нас курсы повышения квалификации по обновленным программам прошли свыше 63 учителей начальных классов. То есть учителей мы тоже подготовили. Для работы в условиях перехода на обновленное содержание. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам, если желающие задать вопросы. Пожалуйста, Казинформ. Казинформ. Гульмира Сарбасова. Неизбежный вопрос, который сегодня встает перед казахстанской педагогикой. Как учить результативно? Понятно, что в наш информационный век обучение базовым основам информационных технологий должно резко помолодеть. Первый вопрос. Насколько? Второй вопрос. Какие меры будут предприняты для устранения информационного неравенства среди школьников? Цифрового неравенства. Как мы уже вам говорили, мы в этом году уже внедрили обновленное содержание образования. И в программу начальных классов у нас включены такие предметы, как IT-технология, естествознание, которые дают основы научных знаний по химии, физике, биологии, а также познание мира. И у нас введен интегрированный предмет художественный труд. Спасибо вам, уважаемые гости. У нас есть вопросы с регионов сегодня и на связи Алматинская область. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Галина, журналист региональной службы коммуникации Алматинской области. Всем известно, что более 80% школ Алматинской области сельские. Скажите, пожалуйста, как будет решаться вопрос внедрения трехязычия? Вопрос очень актуальный и интересный. Дело в том, что этот вопрос давно рассматривается и обсуждается. Значит, вопрос перехода на трехязычное образование будет рассматриваться в 2018 году. А пока министерством проводится работа подготовительная в части педагогов, в первую очередь, которые будут эту работу проводить. Вместе с тем, трехязычное образование подразумевается лишь у нас в старших классах, то есть в 10-11 классах. И по выбору предметов, которые учащиеся сам будет выбирать. Физика, химия, биология, информатика. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Бак-Кезида Акпарат Агент. Меня зовут Болатыф. В этом году, в 2019 году, вы получили брейфинг. Именно что вы получили брейфинг, это был баланс. Я считаю, что вы получили брейфинг. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...